выходи так доставай дельфина и ныряй прямо тут хорошее место чего перенести тебя или что витя дельфина спасай сотришь у если тебя сейчас живот перевесит то все ой дельфин появляться начинает как ты лезешь блин машину поделай так поцарапали машину это же улетел не продаж на чупаевке ты не продашу я смотрю на дороге стоит такой мотоцикл сильного цвета до слева слепой а на заднюю росла не толкаешь я тоже касается через пару минут ты подъезжаешь ребята далеко еще до асфальта а слепой хоть толкал или за рулем сидел руслан не они ехали ехали это было в стриме смотрел ехали ехали потом слепого занесло они толкали толкали не получилось у них вытолкнуть и они пошли пешком а если пошли пешком прошли там метров три как он думает блин что мы идем пешком надо же ехать на мотоцикле пошли его вытолкнули и дальше уже поехали да и дальше уже ехали на нем да руслан там сломался организовали так давай расскажи что-то интересное о слышишь это будет витя и саня старая интересно и у меня то видео не сохранил не сохранилась линку и вы красивые егор вы с дядей вообще шикарно и во время чумы ты понял да да слышишь крис мне когда-то рассказывал историю у меня случайно я удалил карточку пера первый раз в донецке первый раз этот днепропетровский житель в донецк первый раз попал он рассказывал эту историю вообще шикарная просто расскажи как первый раз ты в донецке было в этом самом нет а до варуса еще не было да ведь они надо еще приедут уже мало еды еды мало уже еды мало осталось никого не пускать с кем саня или ски не помню как называется главная улица артема по моему артема вот объема это благословится какая-то летна и мы там там вас палат ну вот и мы там сидели внизу на первом этаже сдали кого-то неважно и смотрю через окна ситуации там стала полиция и ловила по очереди до постоянно каждого это вот 10 лет назад чтобы ты понял но они до сих пор стоят вместо злачные не знаю ну вот давно не был уже поедет все договорились поехал следующий следующий я понесу жирная точка нормально хотя у него царапа даться уже какой-то машину причем не какой-то мерцедес не какой-то бэнт элег ничего такого знаешь авараде сам максимум какой-то типа не важно расстанавливает машину и открывает эти боковые стекла и те сами водитель и тот полицейский начинает ему что-то объяснять и видно что начинается дискуссия конфликтная уже вот и тут не выдерживает водитель выходит из машины обгоняет машину вокруг ну до пасажирского как бы кресла а там стоит полиция подбегает и в морду полиция полиция падает ебашина на тот другой подбегает не понимаешь что такое тот водитель сел и поехал нахуй кто лежит на земле тот не понимает бежать за машиной за ним тего поднимать реанимовать что такое встали вдвое что-то там поговорили первое знакомство с донецкой да я сижу и охуеваю понимаешь европейский приехал в страну днепропетровск вот где в полсе ты криво посмотришь в америке в германии тебя на морду морду в бетон блач и ручники и на 48 а потом разговаривать а потом будем разговаривать да потом как ты успокоишься через три дня с тобой буду разговаривать через три дня нервные нервные европейцы еще три дня будет я уже уважение до полиции сразу да и подожди я охуеваю вот ну и тут три раза уже звание там видно с кем-то общается буквально через две-три минуты может пять ну ситуация я еще в шоке не откажу и обсуждаю как это так можно удать полицейского никакого наказания никто не стрелял там был уже не знаю сбомбардировали блять эту машину нахуй да вот нет и тут приезжает машина полицейская я охуеваю номер два подъезжает какой-то дядя и то он бедный снимает шапку и рассказывает и показывает какого-то ударил вот и я тут через два кто все вижу какого-то злозы там типа ему рассказывает вот ты еще взял его ебанул в голову показал что он ебанутый сел в свою машину на крючок поезжали полицейский а я тебе скажу кто это был на этом поле это лозовой был это лозовой ездил на вот этой здоровой полицейской на шевроле капризе да каприза я не знаю не скажу кого-то не помню это было столько он потом был главой полицейской на украине да это лозовой ездил на этом городе но это был порядок поэтому видите что все сходится я в шоке руслан да да нет какая там страховка иди сюда ляпнули шагу вот это были твои времена твои времена ты не брая тихо 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 ну 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 вот первый раз носили розовый гааммера в донецке да он до сих пор не ездил я хуйбай розовый хаммер розовый хаммер так и себе хотел покрасить конечно два раза недавно я отправил вам фотографии него порсё карену розовый в киеве его этот хаммер убегали и его запрали это не он в донецке ездил на нём до сих пор ездил бинкок аж два хаммера не понимаю такие слова в мире как можно Я не знаю, что нам клуб отжимал. Я купил флаг и клуб мой. И все. Иди на хуй. Это известная история. Я куплю флаг и я начал писать. Дежавю. Я уже боялся. Слышишь? Крис, Крис. Я уже то видел. Фридис не душишь и скажешь. Егор, повернись, я вас с этими двумя дядями фотографирую. Я не знаю. Блин, слышишь? То тот отвернулся, то тот дым пустил, тот опять повернулся. Я перду. Что? Перданул? Это я дым пустил, да? Перданул или что? Да, да. Ты пустил дым. На том берегу два человека упало. Дитя, я сука. Я сука. Сука, но смешно. Ты, эти сами, не плавал еще со стайпером. Ха-ха-ха. Походим в воду. Вот все. Голодно, голодно. А стайпер. Ох, тепло пошло. Ха-ха-ха. Понял? Гольдстрим кто-то пустил. Гольдстрим. Сука, блядь. А ты, говоришь, я сука. А ты там еще нырял, а? Я то вообще щенек. 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 Ох, тепло пошло. Слышишь, знаешь, что фолловеры пишут? Снимай побольше Криса, говори. Это сразу сказал, когда я его первый раз увидел. Слышишь, а можешь вот все то же самое повторить, только стоя на одной ноге? Ха-ха-ха. Не, ну это будет намного интересней. Ты там у нас уже стоял на одной ноге с полицейским. Ха-ха-ха. Не, не, не. Ха-ха-ха. Без конфликта. Я хочу просто такую же прическу. Пожалуйста. Будем вдвоем. Саня тоже, только не получится. Саня, посмотри там ножницы должны быть. У меня другого не получается. Он пришел парикмахер, попутал где оставить. Ха-ха-ха. Такая шутка. Говорите, что Саша попутал в перегмагерске, да? Ну да, у него же по бокам растет, а у тебя по центру. В больницу. Говорит. Быстро, быстро. Надо мне кастрацию сливать. Быстро кастрацию. На хуй тебя кастрация? Что ты мужик? Ты нормально? Все, похуй. Не то время рассказывать. Быстро кастрация. Все, все. Ну ладно. Клиент выплатит. Клиент желает, пожалуйста. Вот, положили чувака наркоза. Пошли, завезли, отрезали. Все зашили. Пошли. Все эти самые. В палату положили. Ну и ждет, когда он с наркозой выйдет, да? Вот. Чувак отходил уже с наркозой. Все приходят там. Медсестры, врачи. Все собираются. Консилию блять. На хуй человеку надо было кастрацию быстро сделать, да? Приходят и говорят. Молодой человек, а вы можете объяснить. Зачем такая вспышка? Зачем это действие? Ну мы не можем понять. Понимаете? Я влюбился. Ну хорошо. И что? Я влюбился на еврейку. Вот. А то может вам надо было обрезание сделать. А что я блять сказал? Это Усани так типа, да? Да? Да назад. В смысле Усани? Как Усани? У него трое детей. Ты че? Не, не. У него не так. Ты че? Он парикмахерского просто. Говорит Усани так, слышишь? А может вам обрезание надо обузывать? А что я блять заказал, да? Заказал.